Саль, ну помнишь, когда ты показывала фокусы, ты достала из цилиндра хвост, чешую и сказала, что ничего не поймала? Ой, Саша, вот твоя фантазия как раз-таки нам бы сейчас особенно пригодилась. Пригодится, потому что у нас есть гость, который разбирается и в хвостах, и в чешуях, и в плавниках, и во всех прочих анатомических элементах рыб. Да, у нас в гостях Владимир Анатольевич Гайдоенко, начальник управления рыболовства и аквакультуры Департамента по рыбному хозяйству Республики Крым. Ну, кстати, стоит напомнить, что сейчас у нас действует запрет на вылов некоторых видов рыбы, в том числе креветки, и, наверное, об этом более подробно мы сегодня как раз-таки и поговорим. Доброе утро, Владимир Анатольевич! Доброе утро! Как началось ваше утро нового дня? Ну, явно не с рыбалки. Конечно, конечно. Это своеобразный процесс, не нужно готовиться, это нужно на него настраиваться, поэтому явно не с рыбалки. Скажите, а вы вообще заядлый рыбак или этим не увлекаетесь? Нет, вряд ли мне можно назвать заядлый рыбаком, это больше профессиональное, поэтому здесь мне приходится, как бы, вожать интересы той группы людей, которой я не принадлежу. Ну, не совсем принадлежу. Мне кажется, заядлые рыбаки вас очень хорошо знают. Ну, вы знаете, сказать, что очень хорошо знают меня заядлые рыбаки, я, наверное, не смогу, но то, что мы поддерживаем постоянно с ними контакты, пытаемся решить их вопросы и проблемы, да. А какие у них проблемы? Не клюет. Не клюет, и с этим можно к вам обратиться. Я червей. Это, конечно, шутка. Ну, вы знаете, в любом случае эта деятельность подчинена определенным законодательным нормам. В любом случае существуют какие-то вопросы относительно законодательных норм, существуют какие-то, не всегда бывают даже приятные ситуации, к сожалению, и приходится их решать, приходится разъяснительную работу проводить, приходится как бы представлять интересы людей на определенных общероссийских мероприятиях. Поэтому вот таким вот образом мы с ними контактируем, и у нас происходит таким образом общение. Дмитрий Анатольевич, ну я вот знаю, что буквально недавно был введен запрет на вылов определенных видов рыб в Черном море. Это действительно так? Ну, наверное, это правильно будет сказать. Мы, кстати, вступили в действие временные и пространственные ограничения по рыболовству. Дело в том, что рыболовство, в том числе любительское, как и любая другая деятельность, является промыслом. Только промыслом для собственных нужд. И в связи с тем, что это промысл, он подчиняется определенному пакету федеральных нормативно-правых актов, ну, либо субъектовых. Это и федеральный закон о рыболовстве 166, это и закон о любительском спортивном рыболовстве, закон об аквакультуре. И самое главное, это правила рыболовства Азово-Черноморского и Камил-Бассейна. Значит, в этих правилах рыболовства прописан вид, способ, место, орудие лово, размерный ряд. И, соответственно, в большей мере, это подчинено биологии, биологическим особенностям, но откладываются определенные ограничения в определенные виды времени. И, соответственно, в определенных местах. Вот, наверное, об этом вы и говорите. Именно. А кого именно нельзя ловить? Ну, значит, закрылась у нас сейчас креветка, закрылась у нас в определенных моментах, закрылась у нас кефаль, закрыта. Вот сейчас еще не ждем. Соответственно, закрылась камбала, ну и ряд других видов. То есть, если случайно я поймаю камбалу, мне ее нужно опустить. А случайно получится поймать? Конечно. Ну, причем, это же удача. Вообще, вот если трактовать с точки зрения законодательства, то данная, точнее, ситуация подписывается следующим образом. Выпустят в среду обитания с нанесением наименьших повреждений. Да, действительно, вы обязаны выпустить запретный объект в любом его состоянии с нанесением наименьших повреждений. Это так. Но если я поймаю, например, бычка, то его я могу забрать себе. Ну, если это не запрещено, конечно. Если это будут тонны бычка, то можно? Вот тут очень хорошо, что вы задали вопрос, возникает, знаете, некая планка разумности. С одной стороны, любительским рыболовством можно оправдать те тонны, о которых вы говорите. Да, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что тонны мы не съедим. И вот именно поэтому в правилах рыболовства возвода Черноморского бассейна установлены ограничения по размерам, точнее, прошу прощения, по весу и штукам. А вот с 2020 года входят общероссийские ограничения, которые регламентируют количество рыбы, которая может находиться у рыболова, и самое главное, количество рыбы, которая может транспортироваться. Потому что, к сожалению, под вот эту марку любительского рыболовства для себя случались нарушения, когда люди везли достаточно серьезные партии, скажем так, товарной продукции, и при обнаружении их объясняли, что это не идут для собственных нужд. С 2020 года существуют четкие нормы перевозки, без документов, превышение которых будет считаться уже административным правонарушением. И сколько же можно везти? 50 килограмм. Вне зависимости от того, сколько вы находились на берегу водоема. Опять же, подчеркну, эти нормы будут разнятся для бассейнов, для регионов, и вот когда они выйдут, тогда мы уже можем четко сказать, о том, сколько и какой вид можно перевозить. Ну, а вот сейчас действуют ограничения, потому что нерест наступил? Нерест обычно проходит весной. Дело в том, что, да, это сезонная миграция. Обычно это сезонная миграция. Когда рыба сбивается в определенные плотные скопления, ей нужно пройти узкие места, ей нужно, допустим, выйти с места нагула, вместо зимовки, так называемую, устатую, зимовальную яму. То есть обычно осень, начало осени, это пора миграция. Так же, как и весна. И до того, как она не станет в определенную промысловую району, то есть не будет совокупность определенных факторов, принимается решение о запрете лоб для рыбы. Это все делается на основании научных исследований. Значит, каждый год, два раза в год проходят научно-промысловые советы, на которых обсуждаются все наиболее проблемные, проблемные, зловоотрепещущие вопросы. Действительно обсуждается это такой совещательный орган, на котором, кстати, могут принимать участие и рыбаки-любители выносить свои предложения. И на основании решений научно-промысловых советов, которые проходят, подчеркиваю, дважды в год, принимается определенное решение, закрепляется федеральными и субъектово-нормативными актами, и потом эти акты обязательны к выполнению. Игорь Анатольевич, к сожалению, осталось 40 секунд у нас. Еще раз, пожалуйста, обратитесь к крымчанам, к рыбакам, заядлым рыбакам с предупреждением их. Я, наверное, скажу так. Я призываю рыбаков-любителей Республики Крым строго соблюдать правила рыболовства и наиболее активно участвовать в общественной жизни, более активно участвовать в обсуждении правил. Тогда это будет, во-первых, понимание законодательства, а во-вторых, они смогут каким-то образом влиять на те процессы, которые для них жизненно необходимы. Потому что рыбаков все-таки, это действительно увлечение миллионов. И нельзя избавиться счетом этого увлечения, и нужно людям идти максимально на встречу. Просто они должны тоже принимать участие, любые люди, в этом процессе. Большое вам спасибо. И вам спасибо. Вспоминаю, у нас в гостях Владимир Анатольевич Гайдаенко, начальник управления рыболовства и аквакультуры Департамента по рыбному хозяйству Республики Крым.